хэшки ребятушки меня зовут Сергей это канал хибар и мы продолжаем играть в игрушку под названием call to arms get is of hell длс выжженная земля за германию последняя миссия продолжаем спасибо большое это нам не нужно поэтому ребятки присаживаемся поудобнее заварим чай кофе к печенюшечки все как мы любим приятного просмотра не забывайте ставить лайк дизлайк этому видео потому что вам несложно мне это очень приятно соответственно подписывайся на канал комментируют рассказывает друзьям комментарии обязательно все прочитаю всем отвечу вот рассказывать друзьям жми колокольчики чтобы не пропускать следующие видосы ссылка в описании на поддержку канала сей желание буду рад любой монетки и если конечно же конечно же конечно же а это я уже сказал все так шильза провод такой лишний мне он не нужен вообще в чем торчит вообще здесь вот добро пожаловать всем зрителям спасибо огромное за вашу поддержку значит последнее наступление 10 марта 45 года к востоку от озера болотон венгрия 6 армия соответственно мы закончили на том что пошло на нас наступление и я подумал что наверное не буду замедляет нажимать паузы как пойдет так пойдет будет наоборот трешово если они будут там замедление делать или нажимать там паузу давайте все как будет так и будет все поехали короче ой сейчас будет жарко сейчас будет очень жарко так это нас новый ягоды как он там называется правильно то ну вообще в переводе называлась ягода тигр и вот но по сути джек тигр наверно короче ни хрена здесь еще чё ты нахрена здесь ставишь чувак вы здесь вообще вообще сейчас не к месту друзья вас сейчас тут смутут просто сразу же ладно короче пока пускай гибнет более легкая техника потому что блин или не стоит я чё боюсь я боюсь что полетят жесткие снаряды и ты чё задом стоишь ты охренел что ли короче и полетят жесткие снаряды что пойдет вот сюда и разум уничтожит мне пару там вот я вот это за вот это переживаю поэтому надо как-то пошире поставить так чуваки вам бы вообще куда-нибудь в разные стороны побежать потому что здесь сейчас боюсь настолько жарко будет у нас у нас счетом 20 так защитите свои стартовые позиции то есть у нас первая задача удержать хотя бы хотя бы свои стартовые позиции то бишь вот эти где мои окопы дополнительные так давайте вот здесь вот надо их все распределить они здесь стоят от чублях вылез ты дружище ты чё вылез ты ну-ка залезь обратно я ты ты потому что короче а то попадут одним взрывом и все и все погибнут разом ты 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 так ну вроде все так так едут едут уже пускай лана там стоит едут едут бронебойный заряжай кто едет пока херня ей пока т-34 едет чёрт советские войска вторглись на наши стартовые позиции немедленно восстановите контроль над территории на какой территории они куда вторглись то так они вот когда-нибудь здесь вот будут тогда не вторгнуться сейчас они не вторгнулись ахим пока просто по полю едут а там что-то застрял смотри так паузу отжимаем план они пока сами пусть стреляют и вот здесь учу чем так дружище ты давай вот здесь разворачивайся нихрена себе только что с 0 при ты вы аккуратнее снаряд только что пролетел вы видели нихрена сего на трикошетил там главное что всем боеприпасов хватило вот чё еще вот чё еще важно давай давайте давайте так едут едут на нахер лично блять кто там сушка сушка это плохо получай нахер а вот там сушка сушка это опасно я ее не пробью кстати говоря хайдзер или как его как его там зовут то не пробьет не пробьет а все уничтожен хорош справа едут справа фланга едут товарищи справа фланга очень много справа фланга держаться блять ой 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 вот отлично попал тихо тихо в боковину прям в боковину держаться выстрел отлично пробитие су-76 не су-75 уничтожить быстро приказывают отлично чё готов нет да отлично готов красава пока держимся вообще хорошо а у нас еще миномет есть нихрена себе а он чё у нас был тихо кто бля вот этого надо короче пока запретить ему стрелять он туда-сюда ворочается пытается целиться из-за этого единство просто неоправданно а еще здесь машины с боеприпасами полная стоит полная тачка с боеприпасами нахер надо ее отвезти она сейчас она пригодится знаешь как ой там еще и водила есть вообще прекрасно вообще прекрасно чё по боеприпасам вот если чё лучше миномет короче снабжать у меня кстати нету никаких очков у меня все что сейчас есть вот то и есть я не смогу пополнить отряды возможно в следующие там атаки когда мне скажут держать вторую волну фу пока без потерь кстати говоря пока мы на самом деле хорошо выдержали вот кто это это джек панзер тоже какой-то джек панзер 38 у него но 7 и 5 миллиметров орудия она уже такое ну блин не то чтобы такое но слабовато слабовато хотя наверное еще сушку пробить сможет смысле здесь один чувак сидит когда ну-ка по три человека в танке недостаточно мне сейчас водилы вообще не нужны заряжающий стрелок и командир который помогает нам стрелять из пулемета или еще корректировать если надо будет ехать пересядет кто-нибудь а то в одном 5 в другом один нечестно так давайте сохранимся я знаете как хочу сохраниться давайте последняя надежда хибары пускай так сразу будет понятно это резервный будет сохранение если все пойдет вообще не по плану мало ли сейчас через минуту сюда жахнет какая-нибудь атомная бомба и снесет мне половина солдаты мне тогда надо будет перезагрузиться и чуть-чуть отвезти их в разные стороны я кстати не слышу рёва мотор чувак ты чё здесь делаешь ты чё делаешь забаговался смотри вот это баг вот это просто баг я ничего не жму вообще я его еще я еще с прошлой серии вообще его не трогал он сам куда-то бежит я воль я воль ну-ка остановись дружище так ладно пускай вот здесь вот станет если что если что он кого-нибудь спалит и тогда вот этот танк возможно выстрелит но это не точно вообще лучше ему не стрелять на самом деле пускай просто палит реально а где все то я настолько быстро уничтожил всю колонну которая на меня ехала что игра подразумевает что я долго бы сражался у меня бы не было столько танков которых я захватил столько тридцать четверок и поэтому игра такая сделаем одну волну а через 15 минут сделаем вторую волну потому что ему будет тяжело а мне не тяжело пока что вообще нормально я конечно не хочу каркать не хочу потому что я боюсь что потом будет такая жопа что я пожалею что я так сказал мне кажется ну кто у них там ехал кого мы кстати подбили то пока у нас время есть посмотреть на нас ехал 122 с а что такое с кстати вот это я не знаю скоростной может какой-то улучшенный может у него сбавлен вес танка и поэтому он скоростной у него он пулемет кстати дышака между прочим неплохая такая огневая мощь и тут у нас сус какая ехала су-100 вот это ни хера себе су-100 на самом деле танка ни хера не слабый он если жахнет он под тебе жахнет так еду слышу а так едут 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 так если они едут значит здесь у меня такие здесь у меня вот так сяк принципе на самом деле можно можно сюда вывести сушку ой сушку ну это моя короче штук 42 и сюда чуть-чуть поближе подвести 34 это какая у нас это обычный 40 это короче не 85 это у него 76 до миллиметра до или сколько до 76 они сейчас поедут дружище к друзья товарищи готовимся готовимся встретить эту волну у меня аж мурашки по коже пошли давай подходи я вливаюсь в роль немецкой армии я понимаю что ну как бы у меня нет неприязни там к советским танкам или когда играю за советов меня нет неприязни к немецким танк но едут ну я играю за немцев поэтому ребятки нужно противостоять и разбить этих коммуняк на их супер т-34-85 или там какие из кстати может поехать между прочим сорок пятый год март уже уже из 2 может на меня поехать блять слева едут товарищи разворачиваем орудия ахтонг где где он где не вижу ага вижу хорош красава выстрел ой они там сами уничтожили блять куда ты в землю то стреляешь пушка они а там подожгли жестко третье 2 едет ам 2 стоит сзади вон он едет выстрел отлично в башню прям попал красиво вот это рикошетчик вот эта 34 к держит удар выстрел отлично пробитие все готов держимся держимся красава ребята так то у нас тут чё нас куда блять вышел то дурак дурачина куда ты вышел из окопа сядь в окоп я тебе приказываю дурак куда ты свою макушку то высунул сейчас осколком прилетит бы справа едут нихуя себе справа блять они справа едут тихо 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 аккуратно блять это ой 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 выстрелил стреляйте скорее быстрее отлично су-152 аж блять ни хера он удар держит вот это да вот это блин просто в него четыре снаряда прилетела 4 и это был ему только гусеницу сбили и по моему он там он по моему нихуя ему пробили ты смотри вот это жесть а смотри остывает остывает потихоньку металл остывает блюд это вот это сделано вот эта графика вот это охренеть просто от снаряда прилетела было красным потихоньку стала угасать металл раскаленный блять кофе просто вот вообще хренеть молодцы вот это вот короче опасно было могли просто в бочину жестко выстрелить так это хорошо так надо сюда немножко подвести потому что оказывается могут с фланга зайти жестко кто стреляет что происходит вам чё показать как стрелять о чём там с фланга заходит ни хрена себе охренели что ли ну-ка блять где он там а где-то там вот где где вот у тебя тихо спокойно вот это минус короче прямого управления как шутере тихо блять куда ты чё делаешь то включи ключи снаряды бронебойный там там едут просто блять повезло сейчас это из это и съедет да это из сто процентов это бля сюда надо срочно что-то мощное они сейчас просто меня разнесут а королевский пехота им разведывал поэтому они стреляли пусть поближе подъедут тихо пусть поближе подъедут сохранимся последняя надежда хибары сейчас вот с учетом того что меня ты 34 85 в прошлой серии в лобешник королевский пробил от и сломал мне башня так конечно опасно братья не вижу где он вот это и из просто поджёгся это жильц это из 2 о ха 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 миф aled со послала это не 2 да ну ты чё я просто только что тебя уничтожил он скорее всего больше не поедет наверно да вот смотри я его пробил вот так ну все он скорее всего уничтожен да они вряд ли очень будет хотя хотя могут все равно заразы могут пушка жива у чё я думала на перевернута так мы у нас вообще без потерь кстати вообще без потерь красава так едут ага едут слышу едут едут смотри они кстати едут по дороге может ты стрелять тогда будешь слушай дружище веди-ка ты огонь если сейчас спалим почему бы и нет да единственное что на себя с триггерим это плохо будет ладно пока не будем поедем тогда когда будет что это такое тумы 5 ворсинка то ни хрена себе танкисты чё хорош по мне сейчас только что танкисты револьвера стрелял он откуда-то отступал видимо кто блять хорош я завалили одного завалил другого не смог ну ладно короче они могут спалить сейчас наши танки нашу засаду может не будем сюда суваться пока лишний раз не будем короче на рожон лезть оставим их засаде в засаде это будет мой супер супер просто на черный день просто жесткий резерв так едут едут жестко едут готовимся готовимся ребята так где у нас этот это у нас готова это в принципе у нас готова если что вот 7 6 пускай тоже шмаля тихо тихо вижу хорош это мы подбили отлично красава я же говорю блять не зря здесь стоит красава вот это моя засада сработала тихо кто там кто едет справа справа едет кто-то жесткий кто едет так это сусу 100 едет я думаю сейчас разобьют без моей помощи она слишком здесь не башни не поворачивается поэтому вот справа блять опасно опасно справа справа тихо держаться и куда там стреляешь охренел что ли вот и все так там чё у нас блять ничего такое происходит вот и все делов то все нету больше т-34 все а кто там кто там жесткий ни хера себе так опять 120 с 122 миллиметра кто-то может сбить нас держаться так бронебойный один снаряд остался ты чё какой один снаряд вы чё где он блять охереть у меня патроны кончились так блять срочно так срочно где мой грузовик быстрее вот это сейчас опасно очень опасно давай бронебойный заряжай ой сейчас повезло просто выстрел блять рикошет да какая у него броня там жестко охереть можно вот это у него броня там я хер ее пробью просто есть только вот сюда так его убило кажется крикнули да кажется я пробил да смотри я пробил его надо сюда целиться в это же место ой красиво вот это молодец вот тигр сейчас я блять в эту же дыру попал просто просто в эту же дыру попал и поэтому мне повезло так пополняем боеприпасы главное пополнять боеприпасы королевскому это самая мощная ударная сила что происходит что-то блять здесь рвануло у кого-то боекомплект охереть это у и сорванула справа справа внимательно блять уничтожили ранили ранили мою тридцатьчетверку покинуть танк покинуть танк ремонтировать срочно то все уже нету уничтожили куда мы все в танк то полезли обратно кто стрелял блять тут а штанг перевернулся кто-то стрелял вообще не понимаю о нихера у него там просто у него прилетела давайте ремонтируйте ремонтируйте это из это из 2 по его нужно уничтожить раз сам блять он ведет ответный огонь вот так вот получая из 2 с королевского выстрел просто так он надеюсь никого меня не уничтожил пантера жива пантера жива все живо он видимо промазал просто в принципе все остальное у меня живо так отключаем короче нет пока не будем так чтобы боеприпасы как там бля надо уже пара пантеру пополнять у нее тоже там не супер шибко все хорошо так техника отремонтирована красавцы красавцы так у меня кстати сгорел как кто-то сюда видимо попал и у меня тачка сгорела тачка сгорела 16 бронебойных пойдет пока пойдет у меня еще между прочим сушки тут стоят ягоды всякие стоят ягоды малинки стоят и кучу кучу медиков главное чтоб какая-нибудь ракета не прилетела во всю эту кучку иначе это будет печально так давайте их разделим давайте хотя бы разделим потому что потому что очень опасная ситуация у меня еще вот она с боеприпасами то полная тачка ну-ка садись на хуй ну-ка садись это между прочим у меня еще штурмовики а вот здесь вот там кисту ты садись как раз за снабжение и будь готов пополнять боеприпас ты нет не ты какой я и он и ты по солдатам нормально потерь нету раненых вроде как не вижу у меня полные окопы их но я чувствую что что-то пойдет под конец не так я чувствую что будет какая-то какие-то авианалеты какая-нибудь супер жесткая артиллерия пойдет по мне долбить куда все еще у меня вниз то все уезжает то вечно последняя надежда вот она должна верху быть но техники нету техники не слышу из и 2 мы пробиваем они горят все прекрасно видео 25 минут отлично ну ждем получается я не думаю что в ближайшие две минуты кто-то поедет так боеприпасы пополнены ну кстати на самом деле на самом деле надо всем пополнять боеприпасы не только своим смотри как у них быстро-то возрастает или нет или это так и было у меня еще вон ракета есть так давай-ка одного танкиста поставим он нам все равно пока я особо не нужен это если это легкая техника голиафы эти всякие не голиафы как там называют пополним пока что этим советским танком потому что они тоже они между прочим до хера стреляют надо им тоже пополнять главное сейчас чтоб не потерять резко ничего вот он тоже стреляет смотри у него тоже смотри как мало у него по одному снаряду или он вообще все выстрелом походу вообще все израсходов давай-давай все пополняй вот не зря подъехал сюда как раз есть 45 минут посмотрим что будет дальше скорее всего будет какая-то жесткая следующая волна мне кажется так мардер 3 а у тебя чё там по орудию то 7 5 миллиметров нормально так ну всем вроде пополнили пехоты вроде тоже все нормально никто не жалуется окну смотрим что будет дальше давайте я даже сохранюсь еще раз или это конец задание выполнен отличная работа солдаты еще раз вы дали возможность отечеству гордиться вами это все что любляет но я думал что-то пожестче будет молодец вы сделали молодец молодец вы сделали все что должно было сделать в этом наступлении в реальной жизни несмотря на то что первоначальные атаки продвижения был успешным там наверно обрезана жесткой так силы нападения были слишком слабы чтобы выполнить поставить задачу и стратегические цели не были достигнуты и были последние серьезные наступления вверх на востоке я даже получается не пострелял с этих с этих ягодов у них там чё броня какая лобешник броня 250 миллиметров лоб меня бы меня бы из ни за что бы не пробил 250 сколько у королевского у королевского 150 самая жесткая броня а здесь аж 250 просто во лбу вот в этой херне вот смотри вот вот этот разрез это же сварные швы то есть это вот это типа как лего они складываются вот так то есть ну вот так вот и естественно завариваются специально то есть не просто не вот так вот и вот так не так а вот именно вот так вот такими и соответственно как пазл и короче вот это эта толщина лба то есть соответственно вот здесь вот вот здесь вот 25 сантиметров жесткой стали просто он бы ни за что бы мне не пробил а пулемет поворачивается яду я думал он чисто назад стрелять ну короче были не постреляли жаль я я как обычно я всегда вот лучше перебздеть как говорится ой вот если я еще мины ставил это прикиньте сколько бы вы потратили время на подготовку в итоге это все как бы один это пшик один и моя засада здесь справилась один танк уничтожил но жалко не пострелили вот с этих с этих бы мы наверное просто бы разнесли все в холомину надо было их на первый ряд ставить все а ну а че кто знал я думал пойдет как обычно там ебать уже все а я их еще должен был топливом пополнять ни хрена себе так у них топлива нету я бы ими даже и стрелять не смог если бы меня сейчас подъехали вот сюда бы я бы его даже не повернула я и не заметил а я вот это даже и не заметил охренеть я кстати не помню здесь отключен дружеский огонь или нет я вот не помню отключены или нет да отключен потому что в реально и потому что если бы не был отключен точнее если был отключен я бы сейчас его бы просто пробил бак хиром вида да это потому что ну сзади выдержать выдержать выстрел 122 миллиметра это нереально короче такие дела ребятушки на этом мы закончили длс классный классная длс мне на самом деле понравилось вот что что адвес ко мне понравилось знаете чем пейзажами мне понравилось пейзажами вот этими вот и огромными картами разнообразием техники потому что многие писали часто что в адвес как длс обычные там стенка на стенку тут не знаю не знаю я всегда смотрю со стороны чем еще гранату кинуть да я всегда смотрю со стороны старых частей но она лучше сто раз чем старой части вот даже вот по вот этому пробитию на танки которые еще светятся ярким от раскаленности потихонечку затухает но это уже плюс целый бал игре за такие мелочи это мелочи а они настолько охренительно добавляют атмосферу что просто уму непостижимо ни в одной части такого в жизни не было и подумать даже было сложно не может быть конечно а я в штурме 2 там было но там такие типа красноватые полосочки были они не исчезали они всегда чуть-чуть были то есть они изначально ты пробил там такой красненький кружочек такой и все и он вроде как не исчезал либо исчезал но через такое длительное время поэтому мне длс понравилось я ставлю до были какие-то моменты минусики но я ставлю твердую четверку с плюсом вот четверка с плюсом про баги я уж блять так не вспомню но они были какие-то мельчайшие которые вот вообще вот просто не канает вот просто это все ерунда по сравнению с тем как вышло все вообще как вышла вся целый грамм поэтому давайте нажимаем сохранить на всякий случай то сейчас еще не не сработает что я прошел миссию а то ачивки то надо две получить я зря старался тогда смотрите две ачивки мы получили кстати вот эту вот эту кампанию можно пройти спокойно на герой потому что миссии такие что спокойно можно подготовиться или рыть все насквозь и потом обороняться наступать то есть тот же там севастополь вот севастополь да вот миссия которая была по захвату севастополя где было в гору подниматься и орудия там ой вот это просто это очень душная ужасная миссия вот поэтому четыре с плюсом на за не айс не айс вышло мне не понравилось остальное все нормально так значит у нас что теперь осталось у нас осталось одиночной компании выбор компании теперь нам следующие значит серии придется проходить за советский союз за родину да вот раз два три четыре те же четыре дом павлова ой дом павлова ой будет тяжело я точно это знаю дом павлова будет жесть цитадель не знаю улица за улицей это скорее всего какой-нибудь сталинград подозреваю потому что часто про сталинград говорили что там бились не то что хотя может быть и нет может быть там вообще бились за каждую квартиру просто силы располагались в одном доме просто две силы там советы и немцы там за каждую квартиру бой шел и короче вообще жесть была и кёнингсберг кёнинг кёнингсбергский котел ну ладно посмотрим короче следующей серии короче всем ребятки что это там такое горит понятно в общем всем до встречи подписывайтесь рассказывайте друзьям рассказывайте друзьям комментируйте обязательно все прочитаю всем отвечу без исключения колокольчики ссылка в описании поддержку канала если желание проходи буду рад любой монетки добро пожаловать всем новым зрителям всем огромное спасибо за вашу поддержку и увидимся увидимся уже в следующих сериях всем пока а